Девушки отдыхают На свете все станет как было Ну давай, гулять так гулять Тогда держись Гвелла Аклан Ну, как тебе? Вырез не слишком скромный? В самый раз Я могла бы заодно изменить цвет твоих волос? Мне всегда нравились брюнеты, ну да ладно На безрыбье и рак рыба Но все, в путь Ужин ждет Последний моет посуду На безрыбье и рак рыба На безрыбье и рак рыба Теперь помедленнее Теперь помедленнее Пошла Эй, золушка Смотри, шею не сверни Попробуй догони Поздравляю Из тебя бы вышел идеальный жакей Да Будь я на локоть короче и на путь полегче Ну да Но тогда бы я тебя не пригласила Теперь понимаешь, зачем мне понадобились эти субстанции? Говядина с корицей и гвоздикой и жареный каплон с шалотом Ммм, дело того стоило Тебе налить белого или... Сухого красного Ну пусть сперва подышит Вот это да Не думала, что ты ценитель львин Думаешь ведьмаки питаются салом из утопцев и запивают его водой из лужи? Примерно так Ну ладно, хватит разговоров на пустой желудок, давай есть Наверное, это обошлось тебе в целое состояние Может мне вложиться? Да нет, оставь Мне на жизнь хватает Знаешь, десяток яиц там, три щипаных курочки здесь И вообще мои финансовые дела скоро пойдут в гору Как? Если позволишь спросить Ведь в Велине можно найти только работу на полях Верно, так что вариантов у меня два Растить репу или съехать отсюда Но не об этом я хотела поговорить Еще раз спасибо за помощь с башней Ты был великолепен Это не первое проклятие, которое я снял Но одно из самых трудных, верно? На острове такое творилось, как, подумаю, меня в дрожь бросает И лаборатория, надеюсь, ты все там сжег Клетки, трупы, бумаги Ладно, давай к делу Ты о чем? О сексе Мы ведь здесь для этого Ну, может, в винах ты разбираешься, но в остальном... И это очень хорошо Грубияны в постели лучше А теперь закрой глаза и досчитай до десяти Раз, два, три, четыре Ну ладно, хватит Кейра, хочешь поиграть в прятки? Почему нет? Юбка Похоже, мы играем в салки, а не в прятки Тем лучше, не придется возиться с застежками Жаль, туфли могла бы и не снимать Ты меня нашел, поздравляю Я могу рассчитывать на награду? У меня ничего нет, но я что-нибудь придумаю Возвращаясь Знаешь, как называется то созвездие в Зерикании? Наверняка как-нибудь с драконом Нет, у него другое название Немного неприличное Давай я шепну его тебе на ушко Эфганенавр Кера, где... Усыпила меня заклинанием Значит, она что-то задумала Башня на колоннице Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Свет в верхнем этаже башни Субтитры сделал DimaTorzok Ну как? Ты нашла, что искала? Да, спасибо, что спросил Как себя чувствуешь? Выспался? Зачем тебе эти бумаги? Ну как же Чтобы продолжить исследования Прерванные трагической смертью ученого Александер исследовал чуму Катрионы Я хочу использовать его заметки Чтобы создать лекарство Или хотя бы вакцину Из чисто гуманитарных соображений, да? Нет Я действую из соображений чисто эгоистических Сильные миры сего дорого заплатят за такую панацею Например, Родавид Возможно, он даже согласится забыть о моих прошлых связях с ложей Или ты слишком наивна Или снова пытаешься меня обмануть О чем это ты? Родавид хочет одного Победить Эмгера Лекарство против чумы ему не поможет Значит, он либо сожжет тебя на костре Вместе с этими заметками Либо заставит тебя создать новое оружие Не говори глупостей Заражение нельзя контролировать Пока нет Но теоретически все возможно, правда? Теоретически Возможно скрестить таксу с волколаком У меня нет времени на диспуты, Геральт Я еду к Родавиду Нравится тебе это или нет? На твоей совести будут сотни тысячи жизней Может и так Но какая разница, примут нильфгаарцы смерть от железа Или от долбанных бактерий? Никакой Разница только в том, что чума может выйти из-под контроля А меч нет Заткнись на минуточку и посмотри на меня Ты видишь эти следы? У меня тут клопы, Геральт Ты понимаешь? У меня Кейры Мец Советница короля Фольтеста и члена Ложи Чародеек Что бы ты ни сказал Я больше ни дня не останусь на этих болотах Ни дня Но если я пересеку Понтер Люди Родавида рано или поздно меня достанут Значит, придется с ним договариваться У меня нет выбора, понимаешь? Есть третий выход Поезжай в Каэр Морхен Думаешь, там я буду в безопасности? Думаю, да Если только не выведешь Ламберта из себя В любом случае, ни Эмгерни, Родавид тебя там не достанут Роскоши не жди, но чистые простыни в замке найдутся Путь не близкий Но если держаться леса и как-нибудь перейти Пустульские горы Может и получится попасть туда незаметно Я попробую Не могу же я тебе отказать Да, я разбираюсь в женщинах Именно поэтому, прежде чем мы попрощаемся Отдай мне эти заметки Хорошо, забирай их уже и выметайся Прощай, Геральт Точнее, до свидания 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 ты если она по не а с тобой разговаривать я так не подход а Продолжение следует... 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 Меня храни. Вернись! 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 Кто ты? Уходи! 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 Силы, что меня хранят, знают, откуда пришёл. Скоро! Уходи! Скоро! Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Сестры убит... Ты сказала, что ты в плену. Как так? Я скован. Я все знаю о детях. Если что-то грозит сиротам, я сам им помогу. Детей уже забрали. Освободи меня. Прошу. Я... Почему ты думаешь, что дети на поляне в опасности? Сестры их... Куда их забрали? Уже случилось. Они все... Детей. Что-то о них знаешь. Сестры, ста... Сестры скрыты. Я не верю тебе, дух. Не смей, причиня... Я буду жить. Буду. 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 О, МГОШЬ! Это место силы. Отсюда изливается магия. О, МГОШЬ! Знаю. Вот и плата. Передайте ее хозяйкам. Зачем ты это сделал? Потому как таков уговор... Значит... Не думайте об этом, сударь. Вы отсюда уедете, а нам тут жить. Велен никакие боги не хранят. Нет. Никогда больше не пытайся противиться нам. Мы прощаем тебя, ибо прежде ты хорошо себя показала. Дети твои толстенькие, как поросянки, и сладкие, как короненькие. А теперь мы должны поговорить с Белоголовым. Женщина, которая заботится о детях. Она выплачивает свой долг. И здесь она по собственной воле. Она безумна. Когда она заключала с нами договор, то знала, что ее ждет. Мы помогли ей. Теперь она носит наш знак. Мы нарядились специально для тебя. Если бы ты знал, сколько времени мы провели перед зеркалом. Я впечатлен. Полиморфия — редкое умение. О-о-о-о, я могу быстро... А-а-а-а, я могу стать твой. Я не зате... Вы затянули меня на шепчущий холм. Ничего не дается даром, Хран. Ты уничтожил силы зла? Ты вернул? Да. Как нам быть? Чей дух болз... Дух той, что когда-то обманула смерть. На тебя она обмануть не смогла. Ты освоб... Я выполнил свою часть уговора. Очередь за вами. Мы никогда... Девушка. Худая и старшая... Мы заботились о ней. Оказалось... Девушка, которую я ищу, ни разу никого не обидела без причины. Ты давно ее не видел. Почему она на вас напала? Она не та девочка. Я не верю вам. Говорят, что вы всегда держите слово. Так расскажите мне все так, как было. Расскажем. Мы знали, что придет кто-то оттягивает. И не прочли это по зубыбимым внучренностям. Мы видели ее образ. Как ляг на луне. Она пришла со стороны болот. Мы не сразу поняли, что ворожба указывала именно на нее. Дитя старшей крови. Посеянное земно, что взорвется огнем. Вернись! 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 Он пришел! За тобой! Продолжение следует... Продолжение следует... Девушки отдыхают. 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 А Эдрик, от этой рябины в ножники, считай, пусть... Так уж вышло, что колдун мне нужен живым. Если я расскажу, как вылечить Эдрика, оставите ворожея в покое? Ну, в общем... Да или нет? Ну ладно, говори. От желудка дайте ему отвар коровика, а места, где есть сыпь, обложите дикой мальвой. Через пару дней выздоровеет. Попробуем, но если не подействует, вернёмся сюда. Идём, уважаемые. Жень, всё менять, чесотка. Посмотрим, что за человек насолил приятеля Эдрика. Где этот коровян-то растёт? Может, старуху... Память! Тон-то-то-то-то-то-то-то-то-то-то-то... Тон-то-то-то-то-то-то... Открывай, не... Кого? Мне нужна помощь. О-о-о-о-о-о! Кости мне придут тё, что не пришёл. узнаешь вещицы сделаны из лоу свежая ель ты его сделал ворожей сделал это хоро отчего старая магия что старая магия об этом болтать не можно анна и ее дочь пропали ты знаешь нет мотух ему пусть будут дуть искать из что еще за княжна перепугалась наверно без козы ты шутишь нет козы начинаешь действовать мне на нервы никуда я не пойду нет книжны нету и ворожбы забудь я не стану бегать за козой нет книжны ведьмак ладно колокольчик к той да я их близко не подпу наверное сюда а а а а Вот ты где. Теперь пошли к ворожею. Понятно, что земляника интереснее, чем ведьмак. Туда, милостивая госпожа. Мне правда надо все время звонить, чтобы ты шла. Пойдем, отведу тебя к ворожею. Он сохнет от тоски. Ты куда лезешь? Медведь! Беги, глупое животное! Медведь! 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 Продолжение следует... 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 Освинд, брат мой, конючь не осталось. Твои дети? Вы же не верите за тобой. Твои мать, сколько дыма. Надо торопиться. Сюда! Сюда! Я выйти не могу! Гробля завалилась! Я тебя сейчас заберу. Вот он! Вот тебя от меня за это... Я знаю, что у твоей жены был выкидыш. Это было до или после того, как ты ее избил до полусмерти. Ты на что намекаешь? Не держи меня за идиота, ты ее много лет колотил. В конце концов, они не выдержали и убежали. Так? Сейчас я тебя ломлю. Они убежали от тебя. Так? Вперед, мидер! Надо поговорить. Садись. Ты их бил. Я на Тамару в жизни руки не поднял. А на Анну. Анна — это другое дело. Она всегда знала, как меня достать. После того, что я видел на дворе, сложно поверить, что для Тамары ты был любящим папочкой. Да и не верь. Только она всегда для меня была светом в окошке. Она могла здесь делать, что хотела. Вон, спроси любого. Она верхом ездила. Охотилась. Иногда отправлялась в разъезды с моими людьми. Это ее присылали ко мне, когда я в бешенство впадал. Только она одна могла меня успокоить. Если у нее была здесь такая безмятежная жизнь, зачем она убежала? Если б я знал, ты был бы не нужен. Чем тебя так жена доводила? Суп пересаливала? Носки не штопала? Мы двадцать лет вместе. Она меня видела и пьяного, и трезвого. Рядом была, когда я победителем возвращался. И побитого перевязывала. Она одна знает, куда нажать, чтобы было больно. И за это ты ее колотил. За то, что она тебя бронила. Эх, ведьмак. Да что ты понимаешь? В общем, может, когда-нибудь я тебе расскажу. Ну, когда-нибудь. Не сейчас. Ты с самого начала знал, что они сбежали. Знал. А почему мне не сказал? Ты потратил мое время. Ну, знай ты, что я за собственной семьей уследить не могу. Ты б меня размазней считал и ни хера б не уважал. Теперь это не имеет значения. Я знаю, как их найти. Как? Я знаю о младенце. Анна. Я. Все было не так, как кажется. Ну, так я слушаю. Говори все, как было. Только на этот раз я хочу слышать правду. Я тогда пил третий день. Ну, пришла Анна и сказала, что они уходят. Я умолял ее, чтобы они остались. Но она не слушала. Я пытался ее удержать, а она... Врывалась и... Ну, упала. А больше ничего не помню. Проснулся утром По боссаных портках и с шишкой на голове. А их уже и не было. Ведьмак, сука, ты знаешь, каково мне теперь, а? Я... Хер ты что можешь знать. Ничего у меня не осталось. Ничего. Только бутылка. Тамара была там же? Она все видела? Ну, разве что из-за двери. Она в комнату-то не входила, точно. Жаль. Тогда, может, иначе бы все сложилось. Я на нее едва взгляну, и сразу как-то спокойнее становится. А как же следы борьбы, которые я обнаружил в комнате? Как же дыра в стене? Разлитое вино? Мы сцепились. Она пыталась меня подсвечником по башке отоварить. Но угодила сначала в стену, потом в столб. Я отступил, налетел на стол. Ну, разлил вино и поскользнулся. Анна воспользовалась моментом и на лестницу рванула. А все время с этим чертовым подсвечником в руке. Я ее на лестнице поймал. Мы упали. Я уж думал, все, схватил ее. А она вывернулась, и меня подсвечником по голове шарахнуло. У меня в глазах аж потемнело. Я, может, даже на минуту выключился. Что было потом? Потом. Потом было еще хуже. Я потом снова проснулся. Солнце заходило. А сколько дней прошло, я не знаю. Я думал, все это гребаный кошмар. Пошел в спальню. А Анну уже не застал. Зато всюду была кровь. Я тогда уже знал. Она потеряла ребенка. У меня ком горло подступил. Я подошел к кровати и увидел ее. Она лежала там. Маленькая. Беззащитная. На окровавленных простынях. Мертвая. Из-за меня. Из-за тебя или нет, но талисман, который носила Анна, мог быть как-то с этим связан. С выкидышем. Что ты сделал с ребенком? Ну а что мне было делать? Вынес да закопал. Вот так просто? Не думал я тогда о погребении-то. Просто хотел, чтобы все закончилось уже. Я об этом ребенке ж мечтал. Я о Нете говорил. Вот он родится на свет. И все изменится к лучшему. А он умер, прежде чем родился. Мой ребенок умер. Понимаешь, ведьмак? Я сочувствую тебе. Спасибо. Надеюсь, ты найдешь свою цель. По договору, сперва я должен отыскать Тамару и Анну. И все идет к тому, что в этом нам поможет твоя неродившаяся дочь. Как это? Бывает, что выкидыш, если не провести обряд погребения, перерождается в Эгошу. Во что, сука? Это проклятые существа, которые черпают силу, убивая беременных женщин. Когда они становятся достаточно сильными, они нападают на тех, кто причинил им зло. Но как? Откуда они знают? Благодаря узам крови. И эти узы я собираюсь использовать, чтобы найти твою семью. Как? Есть два способа. Предания гласят, что Эгошу можно ритуально похоронить под порогом дома. Тогда он превратится в Чура. Это такой дух-хранитель, который сможет привести меня к твоей семье. Ага. А что, второй способ? Убить Эгошу и взять немного крови. В этом случае мне понадобится помощь, выражая. Не убивай моего ребенка, а? Он и без того настрадался. Ты расколдуй его. Пусть он, наконец, упокоится. Прежде всего, Эгошу нужно найти. Я покажу тебе, где я ее похоронил. И я выкупаю эту самую могилу под порогом. Она и так эдак пригодится. Если превратить Эгошу в Чура не получится, будет где похоронить нас обоих. Сначала мне нужно кое с чем разобраться. Только ты поторопись. А я... А мне-то что делать? Распись. Распись. Продолжение следует...